Ну что, ну чтоу, третья часть училки. Тупая училка наносит ответный удар. Блин, какая ужасная кличка, какую ужасную кличку вы этой прекрасной девушке придумали. Ребят, ребят, я не одобряю, я не одобряю называть её тупой училкой, если что. Я понимаю, что на моём канале эта хуйня, она и, собственно, зародилась. Окей? То есть в конце я вам прям открою официальный документ и скажу, пацаны, делаем вот это. Окей? Всё. Отлично. Отлично. Погнали. Первое, что мы сегодня разбираем, это определение мировоззрения, потому что с определения все всегда начинают. Логично же? Логично. В общем, что я предлагаю всегда делать? Я предлагаю с определением мировоззрения и с большинством определения общества знаний не париться. Очень многие, когда слышат любое определение из общества знаний, начинаются прям загоны. Чё? Почему? Когда? Зачем? Делаем, как я. Делаем, как я. Делим. Вот прям в самый тупой мир. Просто выучите наизусть, блядь, определение и не въёбывайтесь. Нет, да. Делим. Запоминайте первое слово ключевое. Запоминайте ключевые слова, кстати. Основная фишка запоминания. Запоминайте ключевые слова, остальные восстанавливайте. Ну, по контексту. Как вариант. Если вам нужно много определений запомнить, просто берёте основные, короче, мысли. Вы вспоминаете, я не знаю, там, например, атом. Элементарная частица. А какая элементарная частица? И вы вспоминаете, какая она там элементарная частица, какие свойства у неё есть и так далее, так далее, так далее. Там буквально 8 слов. Зачем какие-то хитрые методы? Я не знаю. Ну, как минимум, мировоззрение – это совокупность знаний, убеждений о природе, общества, человеке. О природе, обществе и человеке. Ну, мировоззрение – просто запоминайте. Это совокупность знаний. Всё. Знаний, идей, принципов, убеждений. Ну и запоминайте дальше. Ваше базовое значение, да, запомнить на абсолютном уровне первые значки, точки такие, знаете, типа мировоззрение – это совокупность знаний, например. То есть не всегда, кстати, ключевые слова в начале находятся. Это важно отметить. Не всегда. Но очень часто они находятся прямо в начале, чтобы вы запомнили, а что это такое? Как оно классифицируется? Вот под классом чего служит данное слово? Понимаете, да? Ага, вот. Если вы не понимаете под классом чего служит данное слово, ну, вам уже отсюда сложнее. А потом вы смотрите, ну, вот мировоззрение – это совокупность знаний, какая-то идея, принципов. А о чём? О чём? А вот уже о природе, обществе и человеке. Всё понятно. Ключевые слова здесь, ну, здесь ключевые слова немножко размыты. И определение здесь можно было бы, наверное, получше подобрать, более, знаете, такое, чтобы было более очевидное. Но они здесь решили взять совокупность знаний, идей, принципов, убеждений. Почему-то 3-4 определяющих основных слова сразу бонусом идёт. Могли просто сказать «совокупность знаний о мире». Нет. Блядь, тоже как-то хуёво звучит. А у кого? Где? Короче, ладно, мне это определение не очень нравится на самом деле. Мне просто сразу не нравится определение, потому что оно сразу берёт. Слово «знание» – это принципиальное слово, ключевое должно быть. Идеи тоже, принципов тоже, убеждений тоже. О чём? О природе, обществе и человеке – тоже ключевые слова довольно-таки относительно. То есть почти все слова ключевые. Это немножко проблемно на самом деле. Причём в обилии ключевых слов не проясняется сущность явления, что тоже мне немножко не нравится. Слово на корне. Но это подъёб уже к самим людям, которые составляют эти определения в обществознании, а не к нашей прекрасной, замечательной Анастасии. Мировоззрение. То есть мировоззрение – это воззрение на мир. Это... О, метод. Как там? Метод Задорного пошёл. Взгляд. Ну, вообще здесь это имеет место, так можно здесь поступить. Воззрение – это по-другому взгляд. Взгляд на мир. То есть мировоззрение – это всё, что вы как бы видите в окружающем мире. И тут мы начинаем вспоминать, что мы видим в окружающем мире. Мы видим сам мир, да? То есть природу, мы видим общество. А как мы видим общество? Вспоминайте, что общество. Как мы видим общество? В познании мир делится на две части. Это общество, то есть люди. Это природа, то есть не созданная руками человека. Природа. Это, кстати говоря, материальный мир. Дальше у нас есть дух... Ну, тут проблема заключается в том, что мы, в кавычках, духовный мир, в общем-то, общественный мир практически-то и не видим как таковой. Ну да ладно. Духовный мир, поэтому это ещё какие-то знания, какая-то информация, которую мы не можем потрогать. Плюс это сам человек. А общество мы можем потрогать? Человек как часть общества, человек как природное существо, человек как носитель какой-то информации. Давайте ещё раз, кратко. Ещё раз кратко. Мировоззрение. Кратко. Воззрение на мир. Взгляд на мир. Делим. Вот прям относитесь ко многим определениям в обществознании, наверное, в 80% случаев вы будете абсолютно правы. Вы просто делите на части и пытаетесь разобраться, что это такое. Это взгляд. Теперь начинаем говорить про обществоведческий конкретно термин. Это же много разной информации, поэтому мы назовём много разной информации как совокупность. Совокупность – это когда чего-то много, перечисление, целое... Зачем она объясняет каждое слово определения, где всё понятно? ...группа знаний и так далее. Окей? Итак, то есть это целая группа знаний, идей, принципов, убеждений о природе, обществе и самом человеке, находящемся в мире. Кто это понял, плюсы, пожалуйста, в чат. Кто это понял, плюсики, в чат. Важный момент. Ваша задача в мировоззрении... А смысл нет разжёвывать? Слово «совокупность» – понятное слово. Но... Упомянуть вот это вот. Видите? Именно природа, общество и человек. При этом не запутайтесь, пожалуйста. Если человек... Ну, кстати, RedKeyGhost, вы дали куда более хорошее определение, чем она. Совокупность – это когда кто-то ещё что-то с чем-то совокупляется. Вы более правильное определение дали, чем она. Совокупность – это не когда чего-то много. Совокупность – это когда что-то с чем-то, ну, может быть, не совокупляется, но объединяется, по крайней мере. То есть, да, это не просто множество чаще всего. Это некое объединённое множество. То есть здесь вот такой вот нюанс. она просто на множество она пытается давать определение текстов пытается разжевывать там где она чё-то не особо может разжевать человек изучает сам себя то это будет самосознание да то есть то как человек видит самого себя изнутри какой у него есть набор знаний что он о себе думает это будет самопознание или там самосознание других людей и себя во всем мире но не задумываешь что у меня внутри не путайте два этих понятия все важно перечислить три вот этих вот объекта важно сказать что это совокупность то есть там много разных взглядов и так далее соответственно что такое структура мировоззрения в обществознание совокупность можно назвать системой можно назвать системой можно в обществознание структура можно ли совокупность назвать системы ладно ладно давайте поехали дальше просто я не до конца уверен это часто бывают ли такие совокупности которые не являются системами главный вопрос который нужно придумать для того чтобы решить эту эту проблему заменяется на слово система система строение можно сказать то есть какой-то состав состав мировоззрения то есть что входит в наше мировоззрение а здесь перечисляйте любые слова которые вам вот вам вот в этом логическом ряду попасть любые слова которые вспомнились в этом логическом ряду вот сейчас за моей головой но все вот ввиду этого она была хочу этим неправильный ответ спрятано одно слово вы его не видите попробуйте угадать какое оно смотрите что мы можем структуру мировоззрения записать принципы цели знания идеи что еще нагнись 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 что и жало там идеал да ну нагнись что-то нагнулась пробуйте продолжить логический ряд нагнись нагнись анастасия думайте что вашей грезе пожалуйста нагнись нагнесть но уже данный OoDub 3 есть догнись давай объектность углубеждения ещё давай давай там идеала написана я знаю дологи на они мне не важный а знаешь там написано просто маг繼續ぱ п예ж давай 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 да вот идеология это конкретные систематам идеологи этом нужно говорить и не там идеал скорее всего идеология потому что идеологии это конкретно сформировавшиеся мировоззрение отдельной группы то есть ты нас была назвал существительное не стоит сюда но хорошо не идеология как сформированная штука а идея лучше да и соответственно за мной красиво как хорошо ребят как он такое вот это я понимаю а я еще и угадал сверху ну как угадал это было очевидно но видите все подходит идеи идеалы и так далее теперь хочу вас проверить как вы все это поняли хочу вас проверить скажите пожалуйста слон весит тысячу килограмм это структуру мировоззрения входит или не входит входит это в структуру мировоззрения или не входит так принципы знания знания входят если ты предложила такие деления и если слон действительно весит тысяч килограмм в среднем плюс-минус то наверное это входит знания но я не знаю сколько слоны весит я не буду проверять нет нет почему так нет или да но если это правда то да потому что у нас есть категория знания я открываю вам instagram чтобы показать одну очень прикольную вещь сейчас идем вот очень прикольная штука входит входит ребят действительно входят посмотрите мировоззрение это вот перевожу на русский язык это вся информация о том как я вижу мир это все перевожу на русский все что есть моей голове что есть моей голове голове и позволяет мне как-то и позволяет мне как-то смотреть на окружающий мир смотреть на окружающий мир а теперь очень прикольный лайфхак у кого есть instagram поставьте плюсики в чат поставьте плюсики в чат мы сейчас с вами проведем эксперимент смотрите Во-первых, у меня тут открыта маска, но ладно. Я сейчас фотографирую себя, прям время онлайн. Вот моя фотография, я думаю, что вы её видите, потому что это вроде бы довольно чёткое изображение. Вот так вот, наверное, абсолютно все видят меня. Единственное, вы не видите зелёный фон за мной. Но вот это вот я. Согласны? Кто видит меня, кто видит, что я в белой футболке, в белой рубашке, что у меня тёмные волосы, европеоидные, наверное, строения и так далее. Европеоидная внешность. Поставьте плюсики в чат. Отлично. Это не вы. А, ну ладно, тогда расходимся. Если это не я, расходимся. Значит, рассказываю. Нихуя, ребята заплатили бабки, они уже расходятся. Мы все примерно одинаково видим окружающий мир. Согласны? То есть вокруг нас... Не имею представления об этом, одинаково или нет. Если вас посадить вот здесь, вот прямо около меня, вы увидите ровно тот же экран, увидите ровно ту же презентацию, увидите ровно тот же чат. Согласны? Не факт. Да. Ну, достоверно нет, если у человека какое-нибудь заболевание, там, не знаю, с галлюцинациями, или если он принял наркотики, что мы, кстати, не одобряем. То есть в этих случаях наверняка нет. В этом случае наверняка нет. Есть еще некоторые тоже исключения, когда люди не то же самое увидят, да, безусловно. И есть еще очень важный вопрос о квалии. Ну, квалия, знаете, что такое квалия, да? Действительно ли люди одинаково воспринимают мир, даже, ну, действительно ли здоровые люди, без каких-либо отклонений, типа там, дальтонизма и всего остального, одинаково воспринимают мир? Ну, наверное, тоже не совсем. Да, но тут уже спорно. Тут уже спорно, так скажем, философский вопрос. Что такое мировоззрение? Мировоззрение – это определенный фильтр, который мы накладываем на окружающий мир. Посмотрите. Вот это мое стандартное изображение, а вот это мировоззренческая установка какого-то отдельного человека. Заметили, что стало розовее? А вот это мировоззренческая установка следующего человека, а вот это следующего... Так универсалии нет, Валерий? А вот это следующего и так далее. То есть, это какое-то стеклышко, через... Ну, объяснять мировоззрение через какую-то метафору фильтров допустимо, литературно, но, наверное, не до конца правильно, потому что большая часть того, что она перечислила, знания, идеи, принципы убеждения, они работают немножко не так, как фильтры в Инстаграме. ...которые мы смотрим на окружающий мир. Сейчас объясню, зачем это нужно. Это нужно нам для того, чтобы как-то оценивать окружающую действительность. Например, если человек не поступил в ВУЗ, он хороший или плохой? ВУЗ? Ладно, простите. Кто он? Это хороший или плохой человек? Кто-то скажет, плохой, он глупый, он не смог поступить в ВУЗ, ему придется там оплачивать свое образование, скорее всего, он сопьется, сколется и никогда не добьется ничего в жизни. А другой человек скажет, что нормально, скорее всего, он заработает миллион, потому что вместо того, чтобы ходить в государственные учреждения 4 года, он будет деньги зарабатывать. Видите, какой разный взгляд на абсолютно одинаковые вещи? И вот это мировоззрение. И в этом мировоззрении миллион разных взглядов. В этом мировоззрении, в том числе, есть такая установка, единичка знания, как слон весит тысячу килограмм. Ну, потому что это знание позволяет мне оценивать что-то еще. Сравнивать, например, слона с мышью. Это позволяет мне говорить, что слон самое большое либо самое маленькое животное. Рассуждать на какую-то тему. Ну, слон не самое большое животное, но ладно. И не самое маленькое, но ладно. И тому подобное. Поняли логику? Это очень прикольная тема. Маленькое стеклышко, цветное, через которое вы смотрите. И знаете, что самое уникальное? Что? У вас у всех абсолютно разные стеклышки. Да? Откуда ты знаешь? Ну, прям максимально разное. Откуда ты знаешь? У кого-то зеленый, а у кого-то синеватый. А чего она взяла? У кого-то розовый, а у кого-то серый бурмалиновый. А чего ты взяла вообще? Что это так? У кого-то разбитый, а у кого-то нет. И вот это все мировоззрение. У каждого человека оно свое. Несмотря на то, что мы абсолютно все развиваемся. Ну, при этом у мировоззрения разных людей есть довольно большое количество общих элементов. Ну, у разных групп людей довольно разные, в общем-то, довольно, могут быть довольно похожие элементы, там, не знаю, внутри знаний, например, идей, принципов, убеждений. Они могут и различаться, а могут и не различаться. Могут быть группы людей, в которых те или иные идеи, принципы, убеждения культивируются довольно сильно. в примерно одинаковых условиях. В российской действительности все. Отлично. 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 Погнали дальше. Вот это все входит в структуру мировоззрения, и вы можете на свое усмотрение добавлять что-то еще. Вы можете написать, например, ценности, и это тоже будет правильно. То есть, это вся совокупность информации, которая у вас есть, ценности. Насчет слона относится вот сюда. Это же знание, и оно тоже есть у вас в голове. Все. Прикольно. Составители тоже пидорасы, правильный лес. Это точно тоже верно. То есть, там тоже много реально проблем. Какие-то дурацкие определения советские даются. Какие-то вещи, которые по философии лучше бы они не учили. Лучше бы давали более простые и понятные определения. То есть, нюансов очень много идиотских, на самом деле, в самом обществе знания. Но она еще и сверху идиотизма добавляет нередко. Погнали дальше? Погнали. Причем я не думаю, что она обязана знать философию на пятерку, но просто, раз уж нам ее заказывают, и раз уж она объясняет некоторые вещи, смежные с философской тематикой, ну, мы комментируем. Дальше. Следующая штука. Функции мировоззрения. Следующая штука. Это функции мировоззрения. О, она телепортировалась. Значит, посмотрите, для себя нужно всегда запоминать, что функции переводятся на русский язык, скажем так, форматом. Что делает? Что? Делает. 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 Подскажите мне, пожалуйста, как вы думаете, что делает мировоззрение и зачем оно нам нужно? Опять эти функции. Кстати, мне очень не нравится в образовательной нашей системе вот эти вот все многочисленные атовизмы тоже из советского образования, где у нас есть какая-то штука, там у нее дофига разных вот этих вот функций, вот эти вот все штуки у нас разбиваются, какие-то там вот такие вещи появляются. Мех, короче. Мех. Ну, функции мировоззрения. Формирование ориентиров и жизненных целей. То есть мы уже, мы просто, заметьте, мы просто взяли для начала и определили, что у нас в нашем предмете исследования, да, существует такое общее понятие, как мировоззрение. Мы еще не сказали, что мировоззрение объективно есть. Понимаете, в чем дело? Более того, какие функции там определять? Какие там другие вещи делать? типа, слишком, слишком, короче, далеко. Слишком, короче, оно не особо нужно. Вот, всякое ли мировоззрение формирует, ориентирует жизненные цели? Но если мы так широко оцениваем мировоззрение, как было нам дано в прошлом определении, ну, наверное, да. А что еще? Ну, стоп. Если мировоззрение, это буквально почти весь наш внутренний мир, по сути, то мировоззрение, его функция, это буквально почти все функции, которые мы делаем. Это и познавательная функция, для познания нам нужно мировоззрение, это и коммуникативная функция, для коммуникации нам нужно мировоззрение, это и функция, там, я не должен в туалет сходить, нам нужно мировоззрение, там, какательная функция мировоззрения, писательная функция мировоззрения, покушать, чтобы нужно, нам тоже мировоззрение нужно неожиданно. То есть, ну, то, что мы вообще еду готовим, в принципе, да, необходимость готовки еды, что мы не просто берем сырое мясо, там, не знаю, просто малинку кушаем где-нибудь на улице и так далее, так далее, так далее. Это тоже мировоззрением в том числе сформировано, потому что, ну, вообще идея того, что еду нужно готовить до многих животных, она, например, вообще в принципе не дошла, эта идея, как таковая. То есть это какая-то не очень естественная штука сама по себе, судя по всему, да, вот приготовление пищи не очень естественная вещь. Получается бесконечный набор функций мировоззрения, если мы дали то определение, которое дали. А какая из этих функций важнее? Интересный вопрос. Ну, что, ну, без знаний мы готовить не сможем, потому что, ну, вот если мы будем просто рандомным образом смешивать разные ингредиенты, мы вряд ли получим какую-то очень вкусную еду. И обычно опыт накапливается на базе каких-то определенных уже известных пропозиций нашего опыта, например, да, то есть мировоззрение в том числе является элементами нашего и чужого опыта, что самое главное. Кто-то нам сказал, что пицца с ананасами это вкусно. Я такой, ну, окей, давайте я попробую. О, пицца с ананасами вкусно. Интересно, а бургер с ананасами это вкусно? Я беру там бургер с ананасами заказываю или делаю сам и, в принципе, вкусно и мне нравится. Вот. А кому-то, кстати, может не понравиться. Кому-то, кстати, может не понравиться. Тут тоже вот такое. Если мы берем и обозначаем мировоззрение как нечто, ну, очень широкое, как это было обозначено, тут безграничное количество функций. Какая важнее, я бы даже сопоставить не смогу. Подскажите, пожалуйста, как думаете, что делает мировоззрение, зачем оно нам нужно? Так всё, Ваня почти всё делает, получается. Просто предположите. Дело в том, что общество знаний по факту реально говорит про то, что знает окружающее нас общество. О том, что знаем мы сами. И просто предполагайте и рассуждайте. Есть прикол? Прикол, давай. Запишите себе, пожалуйста, в звёздочку какую-нибудь. В звёздочку, не в звёздочку, куда-нибудь, короче, запишите. Перевёрнутую, да. У нас есть тенденция в развитии общества... Она реально перевёрнутую звезду нарисовала, ребят? А вы сатан, нахуй! Чего? Есть один прикол, короче. Запишите звёздочку, а вы сатан, короче, рисует. Ну всё, поехали. Я же преподаю уже пятый год, и вот каждый год я, в принципе, рассказываю одно и то же. Но при этом я вижу, как... Ребята, есть прикол, всё хорошо. Всё нормально, ребят. Сонар, что вы смеётесь? Всё хорошо. Меняется наш экзамен. Я вижу, как я сдавала экзамен, и как будете сдавать его вы, потому что уже вышли официальные документы. И вот очевидным становится по экзамену, причём не только по нашему, но и, например, по химикам этого года, что становится следующая штука. Общество знания проверяет не то, что вы знаете по материалу. Общество знания перестало проверять знания, оно стало проверять понимание. Понимание. То есть, запишите себе. Экзамен каждый год меняется таким образом, что всё чаще проверяется понимание, а не просто знание чего-то. Именно поэтому у нас в экзамене всё чаще появляются изменения названий функций. То есть, раньше функция называлась воспитательная, а теперь она называется функцией, там, не знаю, социализирующей. Слова же разные. И если вы зазубрите только одно, вы никогда потом не добьётесь максимального балла на экзамене. Поэтому очень важно научиться в ходе своей подготовки думать. Поэтому я сейчас вам объясняю, что функция это то, что делает. И если вы для себя поймёте, что эта функция, это название, это предложение примерно описывает, что реально делает это обществоведческое явление, значит, это будет правильным ответом. Кто меня понял, плюс, пожалуйста, чат. По-моему, я сказал... Короче, можно не просто выписывать какие-то рандомные пропозиции, а можно как-то это сложнее делать. Окей, понял. Это нормально. Да, очень сложно, очень сложно. Но! Очень сложно, очень сложно. Ещё раз кратко. Общество знания проверяет понимание. На экзамене вам будут заменять то, что вы прочитали в учебнике, на другие слова, другие понятия. И вам нужно будет всё равно определить, что это такое. Поняли? Всё, молодцы. Погнали. И первое, что мы записываем, это функции мировоззрения, формирования ориентиров и жизненных ценностей, жизненных целей. Я сегодня в телеграм-канале задала вопрос, что бы вы выбрали? Карьеру, там, успешную карьеру, которая делает вас счастливым, или счастливую семью, которая делает вас счастливым? И там, знаете, разбилось, типа, примерно 50 на 50. Очень интересно посмотреть, как рассуждают ребята. И вот это ориентиры. То есть, кого-то... Ну, смотря кто, метафизическое лицо. Окружающий мир, жизнь, родители заставили думать, что карьера – это самое главное в жизни, а для кого-то семья. И наше мировоззрение, то, какое у нас стёклышко, позволяет нам ориентироваться, куда мы идём в жизни. Например, я учусь на педагогическом, и я пошла на педагогическое в довольно осознанном возрасте уже, когда закончила два курса, или три курса, когда два курса закончила экономического. А-а-а, она даже не закончила экономический, понятно. Понятно, 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 понятно. Ну, окей. Не, ну, два курса экономического реально помогли. Ну, они реально помогли хотя бы. И у нас в группе... Это нормально, Ильяс, я считаю, это правильно. ...много мусульманских девочек, потому что я учусь в Казани, город Казань, республика Татарстан. И одна из наших преподавательниц так и говорит, вот посмотрите. Да пребудет с тобой Аллах и приветствует все дела. У вас здесь много девочек в платках. Платки — это религиозное мировоззрение, они исповедуют ислам. Платки — это религиозное мировоззрение. Ладно, простите. Да. И поэтому они покрывают... Стоп, ещё раз. Как? Платки — это религиозное мировоззрение, они исповедуют ислам. Ммм, платки исповедуют ислам? интересно интересная тема хорошо это платки на самом деле исповедует ислам ребята не люди которых носят хорошо это многое кстати объясняет платки так как паразиты они берут надеваются на людей и потом исповедует ислам и поэтому они покрывают голову такая процедура существует и она справа ну да поэтому и покрывают а вот эти что это мозговые платки это как короче из half-life вот эти вот есть штуки которые на мозге прыгают тобой под тобой потом управляют также платки видимо она говорит ну хоть не придираться ну блин если она так предложение почти каждая составляет ладно ладно платки ладно она говорилось я понимаю что она хотела сказать но просто она так определение дает если что встречается где-нибудь внутри какого-нибудь набора написанных слов какое-нибудь слово она начать сознание и начинает точно также давать определение а я здесь чтобы быть умнее и для того чтобы своим детям потом дать какое-то образование какое-то будущее но работать преподавателем я не пойду а я там на втором высшем потому что мне нужна корочка педагогического университета чтобы давать больше вам видите какая разница при этом мы вместе в одном месте мы делаем одни и те же действия но мы по-разному на это смотрим у нас разные ориентиры и жизненные цели поняли дальше вот это можно назвать ориентирующей функции образования и мировоззрение наверное всего либо да это мировоззрение можно назвать ориентирующей функции не образования а мировоззрение правильно ориентирующей функции мировоззрение а можно написать прям вот так вот все неба за те бабки которые им платят и с той подготовкой которые они должны делать ну типа серьезно у нее с точки зрения обобществознания у нее все плохо очень плохо ну нет ладно я не знаю то есть но основную базу определения она считает по обществознанию внутри философии в принципе то что написано еще куда не шло определение пойдут то как она это объясняет абсолютно ужасно и неприемлемо то есть в этом плане что и 100 столько блять денег платят и вот она на целый час разбирает ебейший легчайшую тему мировоззрения который просто вот ты буквально читаешь за пять минут она целый час людей тратит на какую-то хуйню понимаете в чем дело и рель рассказывает какие-то неебические истории в которых она еще и ошибки допускает и где-нибудь платки к мусульманкам цепляются оказывается что они есть носителя исламского мировоззрения и так далее то есть я все-таки надеюсь что анастасия рано или поздно подтянет огромное количество своих прекрасных навыков которые позволят ей ну короче лаконичнее без всякой хуйни объяснять очень простые концепты типа этом истины знания мировоззрения и так далее и не попадаться в ловушку своего собственного сознания не начинать объяснять те слова которые она не может объяснить и потом сознание философы не могут объяснить что такое сознание забей типа ну вот просто просто использована тут слова сознания ну это запомните это слово запомните все будет хорошо второе позволяет людям понять как реализовать намечено если человек придерживается вообще меня действительно в этом формате очень сильно смущает то что целый час тратится на объяснение очень простой темы здесь по сути то есть преимуществ есть только одно преимущество она обещает красивая девушка и все буквально все если когда речь идет об экономике она еще более-менее куда там не шло что-то там где-то шарит и она проходила этой темы она может грамотно объяснять то есть в этих темах она не полный ноль то уже когда она заходит в область например философии внутри общества знания но это прям непозволительно плохо чаще всего и к сожалению и к сожалению она тратит очень много нашего времени она дает обратную связь ну например не особо моральных норм готов идти по головам готов убивать то он будет пользоваться одними методами если меня выросли в глубоко христианской семье например да мои родители православные бабушки дедушки православные и они всегда главное не навреди то я соответственно никогда в своих методах не буду использовать что-то что может навредить другому человеку по разному мы будем достигать намеченных целей да по разному дальше позволяет познать смысл жизни вот смысл жизни это на самом деле высшая потребность идеальная потребность человек позволяет познать смысл жизни мы кстати будем это проходить в октябре уже месяцем занятиях мастер-группа вот это идеальная потребность то есть познаем смысл жизни чего люди годами мучаются непонятно ради чего жить почему нахуя и тогда не пытайтесь думать не надо не надо в ту сторону там будет плохо начнете думать загонитесь нам пока это не нужно так уж пока не нужно чуть попозже загоните без меня уже вот и мировоззрение позволяет нам понять в чем смысл жизни для кого-то воспитание детей создание счастливой семьи для кого-то в реализации через карьеру для кого-то в реализации через спортивную деятельность в помощи другим людям и так далее поздно за как обычно короче кто это понял плюсы пожалуйста в чат плюсы пожалуйста в чат вот эти функции мировоззрения нужно будет иллюстрировать в егэ может попасться в двадцать третьем номере во втором части или в двадцать шестом номере второй части или двадцать шестом номере второй части и моя шестерка моя почти не первая задача напомнить вам что такое иллюстрация иллюстрация это когда вы Лучше люстрация. Словами рисуете картинку, в которой показываете, как это работает. Я вам сейчас привела иллюстрации. Кто услышал от меня сейчас иллюстрации, поставьте плюсики в чат. Поставьте плюсики в чат. Это очень сложно. Многие, когда приходят на вебинары и ещё не знают структуру экзамена, думают, что я говорю немножечко лишнего, чтобы сделать просто урок интересным. По факту я говорю постоянно что-то нужное. Когда я вам приводила пример со своей одногруппницей, это была иллюстрация разных жизненных ориентиров. И вы можете так на ЕГЭ написать. Настя и, там, не знаю, Алсу вместе ходят на... Господи, вместе поступили в педагогический университет. Но Алсу учится там для того, чтобы дать хорошее будущее своим детям. И главная цель её жизни это семья. А Настя учится там для того, чтобы воспитывать учеников, с которыми она общается каждый день. Вот это иллюстрация. То есть я словами показала, что это значит в жизни под конкретную функцию. Всё? Отлично. Отлично. Погнали дальше. Следующее. Чаще всего в ЕГЭ по обществознанию встречается следующая штука. Нас просят опознать вид мировоззрения. То есть вам могут привести какую-нибудь фразу, и вы такие, так, а куда это относится? Вас могут спросить, куда это относится. Погнали. Значит, существует множество разных классификаций. Сейчас будет, да. Сейчас будет сомнительно. Причём не с её точки зрения, сейчас просто будет довольно спорная тема внутри философии, ну, уже вот, собственно, общества знания. Мы с вами пройдём те, что чаще всего встречаются на экзамене. Я не говорю, что мы всё пройдём. Чаще всего встречаются на экзамене, ну, и которые довольно легко понять в рамках, там, 10 минут. Я второй пункт совсем не понял. Давайте чуть-чуть назад вернёмся. Позволяет людям понять, как реализовать намеченное. Смотри. Если меня растили в таких условиях, что я считаю, что обмануть человека нормально... Ну, например, вспоминайте фильм-мультик «Аладдин». «Аладдин» в первых буквальных эпизодах и в первой серии крадёт что-то у человека на рынке для того, чтобы прокормиться. Ну, его по-другому не смогли научить. Он маленький, бедный арабский, по-моему, мальчик. И вот, ну, деваться ему больше некуда. Ему нужно что-то украсть, чтобы выжить. Логично? Логично. Логично, логично, да. Я бы так никогда не сделала, потому что я росла в лучших условиях. И когда я захочу поесть, я предпочту заработать, а не украсть. Поняли логику? То есть, мы одинаково идём к... Ну, вернее, мы идём по-разному к одной и той же цели. Мы хотим поесть. Я предпочитаю заработать. Он предпочитает украсть. То есть, из-за нашего мировоззрения и разного стёклышка, через которое мы смотрим на мир, мы по-разному будем к этому идти. Прямо так и можно. Прямо так и можно объяснить на экзамене, проиллюстрировать. Всё, погнали. Виды мировоззрения. Есть виды мировоззрения по главенствующему явлению. То есть, есть такое условное деление. Ещё раз, ребят, очень важно. Ваши стёклышки все разные. Вообще у всех. Но для того, чтобы сравнивать ваши взгляды с чем-то ещё, общество знания такое. А придумаем-ка мы что-то, что будет примерно у всех, и мы сможем примерно одинаково оценивать. Поэтому, поэтому. Что происходит? Происходит деление по главенствующему явлению. Учу. Учу. Тео. Теос. Это бог. Посмотрите, здесь везде будет окончание центризма. То есть, центр мира человека в данном случае. Центр человека – бог. В данном случае центр человека – человек. Сейчас объясню, что это значит. Здесь знание либо наука. Знание, информация. Здесь природа главная. Природа главная. И, наверное, опять за мной не видно, да? Нагнись. Нагибайся. Давай, Анастасия. Давай. Второй раз. Давай. Второй раз нагибаем, ребят. Давайте. Давайте. Всем чатам приготовили усилия нашей воли. Давайте. Закрыли глаза. Ну, открыли лучше. Давайте. Средоточились. Средоточились. Сейчас она нагнется, ребят. Готовы? Раз, два, три. Поехали. Сейчас я сделаюсь поменьше. Бля, не-е-е-ет. Нет. Она решила сделаться поменьше. Какой ужас. Здесь главное – общество. Главное. Блин, думал второй раз получится. Общество. Так, все увидели? Отлично. Теперь смотрим. По главенствующему явлению. Это значит, что человек во всех своих действиях опирается на главную мысль. Шах и мат. Переиграла, Светлана. Согласен. Главное. Это большая буква у меня. Ну, что ж мы. Главная мысль, что человек... Бог. В скобочках просто Б с большой буквы. В своих убеждениях, в своей оценке мира опирается на одну главную мысль. В первом случае Тео... А кто так опирается? Ну, даже не всякий верующий так опирается. Что вот так главная мысль – это Бог. Может быть, некоторые монахи какие-нибудь. Может, некоторые христиане так опираются. Для них это прям единственная центральная тема. Центризм. Он считает, что главный Бог. Мир создал Бог. Так она вначале написала Зог. Это Зе, Зог. Великий Зог. Давайте поклоняться Зогу, ребят. Ух, и поэтому всё, что... Великий древний Зог. Вокруг меня по воле Божьей. Поэтому как... Это просто тоже хуёвый почерк. Я имею право смеяться. Я ни в коем случае не унижаю. У меня ещё хуже почерк. Так что вообще... Так что вообще просто искренне по-доброму смеёмся. Я объясняю себе. Давайте приведём одно и то же... Один и тот же пример. Но как по-разному его будет осмысливать человек в разных видах мировоззрения? Например, как относится к... Аладдин украл яблоко. Как по-разному будет относиться человек с разными видами мировоззрений? Первое. Тут проблема заключается в том, что теоцентрические мировоззрения, их может быть бесконечное множество. И их уже очень много. И, допустим, есть такая религия, допустим, в которой бог центральный какой-нибудь, да, сам является вором или вполне позволяет воровать. Ну, или, например, это языческое мировоззрение, в котором есть божество воровства, например, да. И, соответственно, это просто для данного теоцентрического направления просто будет неплохо, а хорошо. Антропоцентризм тоже может быть разный. Ну, знание, наукоцентризм мне вообще не нравится как отдельное мировоззрение. Ну, да ладно. Философии отдельных никто не выделил здесь, правда, но это тоже да ладно. Природоцентризм не до конца понятно, что это такое. Это какая-то экология, что ли, да, ориентация на экологические всякие проблемы. Социоцентризм тоже не до конца понятно, что это такое. Потому что здесь уже... Теоцентризм, теоцентризм. С этой точки зрения Аладдин плохой, потому что он что-то укра... Сейчас посмотрим, объяснит ли она или нет. А согласно завету Божьему, красть нельзя. Какому Божьему завету? Могут быть другие Божьи заветы, следовательно, куча мировоззрений. То есть здесь Аладдин плохой. Дальше. Антропоцентризм. Главный человек. Тут тяжело немножечко объяснить, но, наверное, с этой точки зрения будет. Поскольку Аладдину это нужно для выживания, выживание, это нормально. Один разрешает красть. Ну, например, Мьюзик Парелеша. Ну, то есть, скорее всего, есть такие божества, которые разрешают красть. Особенно в некоторых ситуациях. Вообще, вообще, в принципе, представляю, что такие боги могут быть. Это слишком легко представить. Если это слишком легко представить, это с очень большой вероятностью реально в мире где-то было. Если это легко реализовать, это, скорее всего, уже реализовалось. Да. Ну, и, соответственно, ну, всё. Теоцентризм. Непонятно, как относиться к Аладдину. Антропоцентризм. Тоже непонятно. Потому что в центре мира здесь находится человек как таковой. Но что это значит, не до конца понятно. Потому что кто? Какой человек? Я лично, моя семья, мои друзья, там, не знаю, мои ближние, моя нация, русские, нерусские. Или всё же всё человечество как таковое. Или какой-то другой человек. Здесь не до конца понятно, как мы должны альтруистически, эгоистически подходить к разрешению антропоцентрического вопроса. Так что я её объяснение просто принять не могу, на самом деле. Нормально, что Аладдин украл, потому что главный человек, главное то, что он из себя представляет. Стоп, а как же подойти? Да, это больше похоже на вопрос этики. С точки зрения антропоцентризма здесь может немножко по-разному подойти. Окей, Лес, прочитал. Спасибо. Он центральная фигура. Ну, то есть, нет, есть просто другой человек, да, антропоцентризм, по сути, нам рассказывает, ну, гуманизм, как отдельно из разновидностей антропоцентризма, нам, по сути, ты и говоришь, что человек это ценность как таковая, да, человек является ценностью как таковой. И человеческая жизнь в том числе является ценностью. А поскольку это так, да, поскольку человеческая жизнь является ценностью, и твоя жизнь цена, и жизнь того человека, у которого ты что-то воруешь цена, да, и собственность, возможно, тоже цена, тут смотря какой вариант антропоцентризма. И воровать чужую собственность ввиду этого может быть как приемлемо, в том плане, что ты сам выживаешь, так и неприемлемо, только уже в том плане, что ты ухудшаешь жизнь другого человека и за его счет пытаешься выжить. То есть, если бы она привела в качестве примера солипсическое мировоззрение, в котором вы есть только один во всем мире, а все остальные философские зомби, ваше порождение, сознание ваше и так далее, если бы вы привели такое мировоззрение, тогда в солипсизме действительно, наверное, имеет смысл забить на всех, потому что все люди вокруг это тупо неписи, а вы здесь главный персонаж, главный герой, единственный, который за все отвечает. И вам главное выжить, развиться, стать сильнее, мощнее и круче, наверное, а может быть и нет. Как хотите, так и живите в данном случае. Но в контексте стандарта антропоцентризма, ну здесь человеки, да, ценностью служит человеческая жизнь, человек, вообще человек служит ценностью центральной. И в этом плане не. Очень по-разному можно здесь оценить. Она опять куда-то мимо бьет. Гура и все в жизни решает он сам. Сам принимает за себя решения. Причем я бы даже скорее сказал, что наоборот, в какой-нибудь гуманистической, антропоцентрической модели мира у вас скорее будет стремление к тому, что вы в том числе будете смотреть на другого человека, как представителя вашего вида. То есть будете ему ценность придавать и вряд ли будете ему делать плохо. Сам думает, к чему стремится. Судьба не играет в его жизни никакую роль. Он сам все решает, всего добивается сам. Поэтому с этой стороны Аладдин будет нормальный. Нормальный. Знание-центризм. Тяжело оценить именно этот поступок, но наверное с позиции знания-центризм. Тут со всех позиций сложно, потому что поступок дурацкий приведен. Центризм. Мы сопоставим поведение человека с законами. Ну да, золотое правило морали, как раз к антропоцентризму вполне, к гуманизму, может быть плюс-минус к гуманизму, дефис антропоцентризму, я не знаю как здесь подойти. Может быть вполне применено. Поэтому что-то вот быть нормальным, да, здесь в данном случае, наверное, далеко не всегда и даже в большинстве случаев подобных мировоззрений оно будет неуместно. Ну ладно. Законы этой страны. У нас же есть знания. Законы это тоже знания. Мы сопоставим, как закон оценивает поведение Аладдина и на основании уже принятого вот этого законного решения мы... Почему законы знания? Тут были определения знания до этого у нее. Какое определение знания используют вот эти вот люди в рамках общества знания? Да. Напоминаю, да, что стандартное определение. То есть это соответствие наших представлений действительности. Какой действительности соответствует закон? Да никакой. Это абсолютно выдуманная действительность соответственно. Ну как выдуманная? Выдуманная группа людей. Люди говорят, вот у нас сегодня такой закон. Сегодня там толстые дяди в думе придумали новый закон замечательный. Толстые дяди и тети, простите. Мы все-таки будем политкорректны. Корректны сегодня, да? И толерантны. Толстые дяди, тети и может быть даже трансгены. Ха-ха-ха. Да хватит. Так вот. Придумали какой-то очередной прекрасный замечательный закон. Ну и сегодня он вступает в силу соответственно. Может быть и не только толстые. Согласен, Лес. Может быть еще и очень толстые. Толстые и очень толстые дяди и тети придумали новые законы. Да. Какое же это знание? Какое же это знание? О какой же реальности это нам повествует? Где же эта реальность существует? С чем мы ее сравниваем? Не до конца понятно. То есть здесь в данном случае она слово знание немножко не так трактует. Потому что законы это скорее не разновидные знания. Законы это все-таки некоторые спроектированные положения, которые мы используем для того, чтобы так или иначе регулировать деятельность других людей. Чтобы они там например либо совершали, либо не совершали те или иные действия. Совершали, например, вы не можете в той или иной ситуации не совершить данное действие. Например, если вы врач, вы не можете не оказать помощь человеку, который находится в беде, потому что иначе на вас будет заведено дело. Допустим, например, вы можете с помощью закона принудить человека. Не, Валерий, такое себе. Принудить человека к какому-то действию. Так и сделать так, чтобы человек воздержался от какого-то действия. Не на всех работает, но план приблизительно такой. Никаким знанием это не является. Мы скажем, Алладин либо плохой, либо хороший. Все. Дальше. Природа-центризм. Тоже тяжело объяснять именно поступок Алладина, но здесь верховенствующую роль в жизни человека. Нет, ну, типа, можете знать законы, но это немножко нестандартное определение знания будет. Типа, вы можете так сказать, но тогда у вас слово знание немножко другой контекст обретет. Играет природа. То есть природа решает что, как, зачем и почему. Если природа захочет, она разгневается, и мы должны... Короче, те, кто верит в природоцентризм, они забивают барашков ради какого-нибудь языческого... Что-то мне по названию природоцентризм совершенно не кажется, что это язычники, которые забивают барашков. Мне наоборот кажется, что это какие-нибудь экологи. Ярко акцентированные экологи, анархопримитивисты, которые хотят жить в природе. Короче, зеленые наши современные. Там биоцентризм, да, какие-нибудь там наши. Ну, не наши, в смысле, не русские. В смысле, наши земные современные, там всякие вот зеленые персонажи, которые за экологию, за чистоту. За жилье, за городом, в лесах, в полях, там вот за вот это вот все скорее. Бога или природного явления. Они верят в то, что гром и природа, и цунами. Это ладно, куда-то понесло дальше. Тайфуны. Я просто не знаю, все вот эти слова, которые я вижу, нет, я в принципе их слышал плюс-минус. Но они не очень, не очень, короче, эти слова распространенные. Так что я хз, зачем их здесь привели. Допустим, можно выделить теоцентрическое мировоззрение, и то это группу, скорее, таковых мировоззрений. Это группу антропоцентрических мировоззрений, группу познавательных мировоззрений. И так далее, природа может нас убить. Природоцентризм свойственен мифологическому типу мировоззрения. То есть, когда люди были очень-очень... Нет, ну, может, она и права, я не знаю. Ну, вот тогда вопросики каким-нибудь персонажам, которые составляли учебники, если это в учебнике реально написано. Но я просто хз. А почему тогда не сказать, что это мифологическое или языческое мировоззрение? Зачем тогда говорить природоцентрическое? Что-то как-то странное, странная чепуха, на мой взгляд. Более того, если мы говорим о языческом мировоззрении, языческое мировоззрение далеко не всегда природоцентрическое, потому что есть довольно общественные языческие культы. Ну, опять же, если мы возьмем какую-нибудь греческую религию, нет, там есть и природные аспекты, и общественные, но просто в большинстве религий языческого характера оно так и устроено. Есть отдельные природные божества, титаны, там не титаны, боги природные, типа там Деметры какой-нибудь, Зевса. И Зевс, кстати, две функции, исполняет и природную, и неприродную, и общественную. И общественные боги, в том числе Зевс как владыка, там Гера как хранительница домашнего очага и так далее, так далее, так далее. Ну, кстати, боги чаще всего совмещают обе функции, природную и неприродную, общественную. Хотя есть и отдельные исключения, скорее, да. Ну, ладно. Тут, в общем, такое. Они считали, что природа это храм, и она может нас убить. Ну, и более того, я бы, например, сказал, что если мы берем языческую, в общем-то, какую-нибудь религию, и, например, смотрим в античную языческую религию, мы обнаружим, что подлинно природными божествами являются, например, титаны. Ну, очевидно почему, да, потому что они в основном, олицетворяют силы природы. А вот уже поколение богов, родившихся из Кроноса, ну, и некоторых других титанов, они чаще всего неприродные. Они преимущественно носят социальные функции и иногда обладают природными атрибутами. Так как Зевс, например, кидается перунами, но главная его функция – это владыка всех богов, царь, короче, и так далее. Хотя тут и есть и другие интерпретации всего этого, так что вот так вот. Да, захочет – убьет, не захочет – не убьет. Антропоцентризм возник позже. Там люди сказали, что на самом деле человек решает, что, как, зачем, почему. Вот природа, центризм, позицию «Аладдин украл яблоко» скорее всего никак не оценят, но будет говорить, что природа занимает главное место в жизни человека. Социоцентризм будет говорить, что общество занимает главное место в жизни любого человека, и общество – главное. Поэтому, если общество считает, что кражи яблоком «Аладдина» – это норм, то социоцентризм признает, что это норм. Если социум считает, что это очень плохо, это среда, в которой никто никогда не ворует, то, соответственно, они посчитают поведение «Аладдина» очень плохим. Поняли? Можно ли назвать это религиозным, научным, мифологическим мировоззрением? Нет. Это немножечко другая классификация. Сейчас я вам объясню, как работает общество знаний и все науки. Короче... Сейчас, блядь, я вам объясню, как работает общество знаний и все науки. Ребят, готовы? Сейчас, лол, поехали. Let's go. Жил какой-то чувак. Он заметил... Что там? Сейчас я вам объясню. Сейчас, сейчас, сейчас вам объясню, как работает общество знаний и все науки. Жил какой-то чувак. Сейчас объясню, поехали. Теперь заметил, что какие-то люди вот такие, какие-то вот такие, какие-то вот такие. И он такой, ура, я приду... Нейтрально отношусь. ...и открыл что-то. И вот тот чувак, который придумал мировоззрение по главенствующему явлению, он сказал, что эта классификация конкретно важна по-главному в жизни человека. Если главный в жизни человека бог, то это теоцентризм. Понятно? Антропоцентризм иногда называют эгоцентризмом. Да, можно так. Знания, наукоцентризм, инновационное общество, это современное. Поняли логику? А в чем разница между вторым и пятым? Очень интересная штука. Мы недавно обсуждали это в подкасте. У нас есть подкаст «Кухня в общаке», мы там оболтаем обо всем и ни о чем. И мы обсуждали. Социоцентризм, это когда вы сопоставляете все свое поведение с членами общества. И, например, если все вокруг вас курят, а вы не хотите, то вы будете курить. Антропоцентризм, это когда вы сопоставляете свое поведение, в первую очередь, со своими взглядами и убеждениями. Но это немножечко такие скользкие темы, потому что здесь скорее проглавенствующая роль для человека в жизни. Антропоцентризм, в отличие от социоцентризма, заставит вас подумать о себе. И вы уйдете из компании и не будете придерживаться главенства общества. Поняли логику? То есть, общество, это когда вы смотрите, как большинство ведет себя, ведете так же. И считаете, что если большинство так решило, то вы так и будете делать. Антропоцентризм, это когда вы сильная самостоятельная личность. И считаете, что все решает конкретный человек, а не целое общество. Вот. Все. Отлично. Погнали дальше. Виды мировоззрения по способу отражения действительности. Вот способ отражения действительности. Порошка фрезы, тоже прикольно. Действительность, это как бы, как по-разному мы видим окружающий мир, по факту вот это самый распространенный вид мировоззрения. Запоминайте, запоминайте. Вот это встречается чаще всего. Чаще всего встречается в ЕГА. Чаще всего встречается в ЕГА. А зачем сначала мы прошли то, что чаще всего не встречается в ЕГА? погнали их будет погнали 4 штуки 4 штуки нам так научная научная философская религиозная блять мифологическая обыденно умеет 5 видимо религиозно-мифологическое какой-нибудь будет там пучное мировоззрение религиозное мировоззрение шарил хорошо философская окей батя зашарил снова обыденно и обыденно-житей обыденно-житейская хорошо в религиозное ходит мифологическое все заебись приняли мировоззрение первым мы пойдем сейчас давайте обыденно-житейская это будет научная же ходит философская ну в общество знаний нет проще сейчас я пересеку я тоже о да их стало много теневое клонирование так вот ну далеко не все так делят валерий поэтому да но я например тоже считаю что научное мировоззрение это просто один из кластеров философского одна из разновидностей чтобы мне мешать пересела обыденно-житейское мировоззрение она характерна для наших бабушек и дедушек например моя бабуля учить всегда рассказывает пример моя бабуля отучилась 7 классов я не знаю можно было так или нельзя но она по факту отучилась 7 классов в смысле можно нельзя сталин вообще три отучился это шутка это шутка причем отучилась горе пополам у нее были какие-то там связи так но следует заметить да что большая часть правительства ссср и трех не закончил дальнюю чего-то типа деревенская школа все друг друга знаю учитель было ее дядей и поэтому ее короче после 7 класса отпустили и после 7 класса она пошла работать дояркой и воспитывать младших брата и сестру помогать родителям и так далее соответственно каких-то научных знаний у нее жизни нет мне нет высшего образования и она прожила так не все бабушки и дедушки блять отучились на 7 класс подруга алё алё проснись давайте тогда у некоторых бабушки и дедушки вполне и школу закончили может даже вышку имеют полноценную может даже кандидаты доктора наук и так далее что это за мировоззрение наших бабушек и дедушек которые не учились в школе в деревне до того момента пока не приехал пацан деревьев господи городской пацан с кликухой сэр угадайте кто это был это был мой дед приехал забрал ее в жены и вот она начала непосредственно детей рожать это очень грустная история честно говоря мне грустно вот эта жизнь моей бабуля не печально честно говоря друзья и бабуля например когда солят огурцы добавляет две столовые ложки соли одну чайную ложку сахара грубо говоря да откуда она это знает при вы проводила ли моя бабуля эксперименты и ставила ли там банки по разному закатку и проводила записывала исследования нет скорее всего ей кто-то так сказал либо она прочитала в журнале садовод как все прям даже более того скажу большинство людей когда они занимаются практикой они обычно эксперименты не проводят уже но для того чтобы что-то засолить не засолить даже химики этого иногда не делал то что но многие вещи уже известны то есть получается даже в химии если мы смешаем вот это и вот это в определенной пропорции нам известно что получится и поэтому нам не надо проводить эксперименты буду буду пум пуф ну да ладно это штука опыт называется но она прикольная но да окей салить огурцы то есть все знания которые есть у нее а жизни это как она делает что-то в жизни как оценивает окружающие события это строго опыт ее жизни этому она научилась ходе быта обыденно житейское мировоззрение более того она опирала стоп ты сказал что она вообще у кого-то спросила значит она не на своем опыте научилась она опыте какого-то другого человека какой-то другой человек сказал что так надо как ты сказал только что и потом она начала это делать ну ладно окей отсюда важный момент если бабуля например знает что красивые мужчины изменяют потому что она видела таких несколько примеров то она будет вот прям топить за это у нее не будет научного объяснения она не будет проводить какие-то доводы она говорит слушай научное объяснение ну вот ирке муж изменял светке муж изменял и там не знаю айгуль муж изменял ну красивые же были значит все точно не изменяют но это неправильная индукция в данном случае все нормально просто неправильная индукция очень неполная индукция обыденно житейское мировоззрение просто по опыту жизни повседневные людей они делают выводы понятно все отлично отлично следующая штука тоже довольно простая но ее часто путают события на житейским мировоззрения религиозное мировоззрение религиозное мировоззрение тут соответственно главная роль бога по сути религиозное нет там написано связано с признанием сверхъестественного начала бог не единственный из возможных сверхъестественных начал анастасия анастасия есть бесконечное множество различных потенциальных возможных постулируемых есть бесконечное множество постулируемых сверхъестественных начал мировоззрение это то же самое теоцентрическое мировоззрение просто это не теоцентрическое мировоззрение потому что в религиозном мировоззрении вот в таком который ты сейчас по определению дала Вот на экране, да? Там вообще может не быть Бога. Я даже более того скажу, есть такая религия, ну, ответвление индуизма, в котором никто не верит в Бога, но верят в существование сверхъестественных сил, таких там, как карма, ну, и все остальное, если с ней связаны. Атманы, души, то есть человеческие, все вот это вот такое. И поэтому ритуал надо проводить. Миманса называется это философское направление, Даршина индийское. Ну, и таких направлений немало, на самом деле. То есть есть плюс-минус атеистические, ну, атеистические в том плане, что там нету абсолютного сверхъестественного, мега-хуенного Бога. Ну, то есть какие-то другие сущности, есть какие-то другие создания, которые выше человека, находятся за пределами естественного, или еще что-нибудь с ними там происходит. Ввиду этого, нет, нет, это тоже разные немножко штуки, причем очень множко разной штуки, по факту. Ну, да, ладно. Окей, окей, alright, поехали дальше. Это разные классификации, по факту одно и то же, но это разные классификации. Религиозное мировоззрение. Здесь все, что происходит в жизни, сравнивается с волей Божьей, сравнивается с тем, что... Так не везде воля Божья есть, опять же. Не во всяком религиозном мировоззрении есть воля Божья. Буддизм это религия или не религия? Ну, наверное, религия. Нам там сильно интересует воля Будды, например. Ну, может, иногда и интересует, но как-то по большей части может не интересовать. Будда это скорее спасители, которые не волей своей тащат, а состраданием. То есть, да, если Иисус Христос и любовью, и волей тащат, то Будда чисто там сознание и сострадание, его основные характеристики. И Будда изначальным Богом не является, что самое главное. И люди, которые становятся Буддами в рамках Буддизма, они тоже не становятся богами, они становятся очень могущественными. Бог хотел этим сказать. Что я прочитал? У моей бабули, поскольку у неё уникальное стёклышко, разумеется, есть и обыденно-житейское, и религиозное мировоззрение, правильно? И, например, она постится, она ходит в церковь. Почему? Потому что если что-то заболело, если сделала что-то плохое, а потом что-то заболело, значит, нужно сходить грехи свои отмолить, и тогда у тебя всё пройдёт. Это говорит ей религия. Религия говорит ей, что она должна отмолить свои грехи. Религия говорит ей, что на Пасху надо красить яйца. Религия говорит ей, что нужно там особым образом проводить захоронение кого-то того-то. Понятна логика? Всё. Это религиозное мировоззрение. Так, давайте ещё... Определение зачитывать мы не будем. Окей, хорошо. Раз по поводу антропоцентризма и социоцентризма. Я привела вам конкретный пример, как может работать это мировоззрение. Там главная логика в том, что в одном главенствует человек, а в другом общество. Если общество людей в целом считает, что должно быть вот так вот, и определяет главенствующую роль в жизни любого человека, то это социоцентризм. Блин. Голова ластик. Теперь голова ластик, ребят, получилось. Тут единственный человек верит в то, что он самый крутой и самый лучший, это антропоцентризм. Окей? Всё. Если вдруг запутались и есть индивидуальные вопросы, давайте в Телеграм-чате обсудим после урока, не сейчас. Всё. Классификация по главе в сущем явлении встречается в ЕГЭ? Да, бывает, причём даже во второй части. В первой редко. В первой редко. Религиозное мировоззрение поняли. Кто понял первое и второе мировоззрение... Ну ты не поняла. Для меня большая проблема заключается в том, что ты не поняла, что такое религиозное мировоззрение. Ну да ладно. Поставьте 1-2 в чат. 1-2 в чат. Следующее мировоззрение тоже довольно легко понять. Научное мировоззрение. Изи. Просто... Пуф. Кстати, посмотрите... Нет, простите, я не хотел её увеличивать. Вы посмотрите. Теоретическое осмысление результатов научной деятельности. Мне нравится такое определение. Оно мне кажется очень хорошим. То есть вы же знаете, что я науку преимущественно через теорию определяю. Всё, что практика, всё само по себе наукой не является. Следствием может быть научной деятельностью, но сама наука и практика не является. Создать компьютер это не наука, например. Создание компьютера как такового. Это инженерия. Инженерия и, собственно, исследование чего-то. Это разные процессы. Они требуют абсолютно разных действий. Абсолютно разных мастеров в этом деле. Практически никакой учёный серьёзно не изобретает больших, серьёзных, сложных изобретений. С другой стороны, практически ни один инженер нормальным исследователем чаще всего не является. Особенно в современности. То есть это очень разные типы деятельности, разделённые достаточно большой бездной. Которые, может быть, местами через бездну какие-то информационные потоки друг друга дополняют, но не так уж и часто, как хотелось бы. Так вот. Мне нравится то определение, которое дано здесь. Я подчеркну. Теоретическое осмысление результатов. Ну, блядь. Мне не нравится то, что научные деятельности. Теоретическое осмысление результатов опыта, экспериментов, там, чё-нибудь такого бы сделали, было бы идеально. Ну, мне не нравится то, что они определили научное мировоззрение через научную деятельность. То есть науку через науку определили. Наука — это такая наука, короче. Да, философия — это философия, там, не знаю. Это философия — это любовь к метростиотипу. Хуйня, короче. Вот эта часть не нравится. Теоретическое осмысление результатов научной деятельности. Нет, есть случаи, когда это возможно, да, например, когда у нас слово «правило дорожного движения». Без упоминания дорожного движения вы вряд ли сможете определить дорожное движение. Потому что там и дорога, и движение. Ну, это вообще из самого состава слов, самого словосочетания, правила дорожного движения. Понятно, что это такое, может, даже определение давать не стоит. Но в данном случае вы можете дать такое определение, которое не будет включать в себя слово «научное». Ну, ладно. Это когда я знаю что-то, потому что я прочитала книжку, в которой доказывалось, почему так. Например, я знаю что... Вот обману ведь. Ну, я знаю, что там какая-нибудь химическая формула работает таким образом, потому что на уроках химии мне объяснили, почему это так работает и так далее. Закон Менделя. Каким образом проходит диффузия? Диффузия, знаете, что такое? Диффузия – это процесс проникновения молекул одного вещества в другое вещество. Диффузия быстрее всего проходит в газах. То есть, чем больше расстояние между молекулами вещества, тем легче одни проникают в другое. Вот посмотрите, у меня есть черный брусочек и синий. Предположим, что черный – это золото, а серебряный – это серебро. Они жесткие. И вот диффузия говорит о том, что когда молекулы одного вещества проникнут в другое, то это произошла диффузия. А где здесь теория сама по себе? Ну, то есть, у нас внизу написано «теоретическое осмысление результатов научной деятельности». А она просто разбирает тут диффузию. Дано определение одно, а разбирается немножко другой аспект. То есть, когда черные частички попали в синее вещество, а синие частички попали в черное вещество. Откуда я знаю, спросите вы? Я сдавала физику. Пригодилось ли мне это в жизни, спросите вы? Нет. Но сейчас я... У меня другой вопрос. Почему у тебя в научном мировоззрении написано «теоретическое осмысление результатов», а ты нам какие-то наблюдения преподносишь? Я понимаю, читать сложно, что написано, но окей. Пытаюсь вставить это на уроки общества знания, чтобы хоть как-то отбить те деньги, которые я потратила на репетитора. Так вот, посмотрите. Диффузия в самых... Господи, в твердых веществах проходит очень долго. Им нужно лежать, типа, несколько лет, чтобы они вот так вот между друг другом как-то проникли. Но если очень долго они будут лежать, то они срастутся, склеются и так далее. Вот. Поэтому, поняли логику? Это обосновывается. То есть, кто-то, не знаю, кому это пришло в голову, но кто-то так сел, под микроскоп положил золото, посмотрел, какие там расстояния между молекулами, частичками. Другие тоже. И они вот как-то вот там вот это вот все изучили. Вот это научно... Как-то вот там вот это все изучили. Да, замечательно. Офигенный научный метод. Прям круто. Сейчас я вам объясню, как устроена наука. Научное мировоззрение. Когда есть какое-то знание, и мы считаем его верным только после того, как его доказали. Ну, не только в рамках научного мировоззрения происходят доказательства тех или иных положений. Во-первых. Попытки, по крайней мере. Первое, что я скажу. Первый пункт. Не только научное мировоззрение пытается доказывать. Философское тоже пытается. И теология, но религиозное мировоззрение с помощью теологии тоже пытается плюс-минус доказывать свои положения. Как минимум. Во-вторых, ни в науке, ни в теологии, ни в философии пока не были достигнуты какие-то абсолютные решающие доказательства. Потому что плюс-минус и там, и там, и там везде. Мы либо идем в дедукцию и пытаемся найти истинные посылки, которых нет. Чаще всего, да. То есть нет достоверных посылок. Либо в индукцию. И чаще всего неполную. Особенно в науке неполную. В том числе в науке неполную. Почему неполную? Потому что мы никогда не можем охватить всю совокупность явлений. Ни наука не может их охватить, ни философия, ни религия. Никому недоступна вся совокупность явлений. И поэтому, когда мы говорим «все лебеди белые», всегда находится какой-нибудь черный лебедь. Так скажем. Это уже к юму апелляция, как вы знаете. Да, потом мы находим черного лебедя. Говорим «все лебеди белые и черные». И оказывается, там красный лебедь. Рождается какой-нибудь серый лебедь, там коричневый лебедь, там зеленый лебедь рождается. И мы такие, блядь, как обычно, сука. Мы опять проебались. Ну и в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, да. Ввиду этого нормальное, хорошее, полное доказательство любого положения научного, то есть теоретического. Не любое теоретическое положение. Является принципиально недоказуемым. Ну, мы можем приводить разные аргументы в пользу того или иного устройства мира, в пользу той или иной теории. Но в конечном итоге мы не можем доказывать эти положения, как теоремы, исходящие из аксиома. Ну, план изначально просто был такой, да, что мы будем доказывать наши представления так же, как мы доказываем теоремы, исходя из аксиома. Блядь, не получилось. Соответственно, план пошел не в ту сторону немножко. Ну и наука вообще изначально началась с более-менее такого большого индуктивного набора теорий познания. А потом уже, ну, перешла на некоторые абдуктивные подходы, там, не знаю, на теоретика, гипотетический, теоретический этот подход, который мы тоже нередко здесь разбирали. Когда мы начинаем просто... Короче, когда мы просто берем, у нас есть куча опыта. Мы его собирали, 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 у нас есть куча опыта. Либо по тому или иному вопросу, либо вообще по разным вопросам. Куча опыта. Из кучи опыта у нас следует какая-то гипотеза, которая не противоречит этой куче опыта. Потом мы составляем теорию, которая обладает некоторыми параметрами, которые я уже недавно объяснил. Теория фальсифицируется. Если теорию мы пытаемся фальсифицировать, то есть опровергнуть по одному или другому фактору, да, первый фактор, второй, третий, четвертый, пятый. Если она была опровергнута, то теория ложная. Ее либо нужно переделать, либо брать другую теорию для объяснения тех же фактов. Если теория не фальсифицировалась, она не является доказанной при этом, потому что ее можно будет фальсифицировать потом еще. То есть она всегда остается опровержимой. Мы просто должны подбрасывать методы, с помощью которых мы будем ее опровергать. Тут еще важно подметить, что, например, тот же коллайдер сам по себе, если бы... Ну, он точно так же работает. Да, вот изобретение вот этой гигантской, огромной хуйни, в которой сталкиваются вот те вещи, о которых говорят замечательные наши современные специалисты, оно требует... Ну, оно нужно прежде всего для фальсификации, то есть опровержения определенных положений. Если бы вдруг эксперименты на коллайдере показали, что не наблюдаются те явления, которые присутствуют, например, в стандартной модели, ну, все, стандартная модель, ее можно было бы нахер послать, она бы вообще, в принципе, была бы признана нерабочей. Пришлось бы искать новые какие-то альтернативные подходы и двигаться дальше, соответственно. Но не показала вроде бы, не показала, поэтому все еще стандартная модель, так скажем, она не доказана, но она как бы может функционировать и считаться рабочей. Но доказательство в науке как таковое, да, оно даже рядом с геометрическим не стоит, даже рядом с, собственно, дедуктивным доказательством не стоит, и в этом проблема. Ну ладно, поехали. Отлично. И самое сложное мировоззрение, но я догадалась в этом... Ну нет никакого философского мировоззрения в этом проблеме, есть философские мировоззрения. Году? Каждый год, на самом деле, я объясняю материал «Все лучше и лучше», я так считаю. Ну давай проверим, мы смотрели ее прошлые годы. Это какой годик? Два года назад, ребят, «Все лучше и лучше». Зафиксировали? Зафиксировали, что «Все лучше и лучше»? Давайте попробуем узнать, насколько же круто она разбирает материал. Вы можете так и считать, я так считаю. Я решила, наконец-то, объяснять философское мировоззрение очень простой фразой. Я заинтригован. Давайте. Кто-то, кто ходит на мои уроки не первый раз, напишите эту фразу, пожалуйста, в чат. Итак, неважно, неважно, что говорят крысы за спиной... Блядь, мы то ли смотрели это, то ли это пиздец какой-то уже. Проблема заключается в том, что все, с чем она сейчас работала, это, ну, по сути, результаты работы философии. Да, она уже это говорила, да. Так выглядит философское мировоззрение. Найдите... Это новое видео, она тоже говорила уже. Пожалуйста, в этой фразе, неважно, что говорят крысы за спиной, кисы, религиозный аспект, обыденно-житейский или научный. Я вам так скажу, их нет. Ну, то есть, это какая-то фраза, которая вроде как на опыте обыденной жизни. Но если... Какая же она дура, пиздец, нахуй. А-а-а-а! Вот буквально все, чем она здесь занималась, это, ну, блядь, да нет никакого философского отдельного мировоззрения. Для начала есть разные философские мировоззрения. Их много, они разные, они по-разному объясняют мир, да. И, соответственно, можно поделить философские мировоззрения на разные, собственно, внутри дисциплины. Например, на теорию познания. То, что сейчас происходит, это явно раздел какой-нибудь там теории познания. Одной из, по крайней мере. Да, то, что у нас есть философские мировоззрения, они являются какими-то призмами для того, чтобы мы смотрели на мир. Там, это разные мировоззрения позволяют нам по-разному к этому миру подходить. Там, например, да. Есть знания, там, понятие знания. Что такое знание? Да, теория познания, она включает в себя в том числе и определение знания. Вот, у нас такая теория познания теперь присутствует. И так далее, так далее, так далее, так далее. Это все элементы, ну, философии как таковой. Ну, да ладно. Если говорить до конца точно, то это какое-то знание, еще знание, и их как-то непонятным образом сплели. Если вы откроете философские цитатики, господи, пацанский цитатник ВКонтакте, то это будет философское мировоззрение. Философы, что делали? Охуенно. Гениально. Бля, кринж. Философы. Во-первых, философы жили в основном в Древней Греции, где... Ладно, ну, допустим. Не, серьезно, есть люди, которые буквально так считают, что философы жили в основном в Древней Греции. Ну, окей, ладно. Действительно, нет, серьезно, есть люди, которые считают, что, ну, философия только в Европе возникла, ну, в Греции, и потом в Европе распространилась и так далее. Приветствую, Ле. Ну, индийская, китайская философия не всеми считается, ну, полноправной, так скажем, философией. Ну, типа, допустим. Но она почему-то только Грецию указала. То есть, средневековых мыслителей не было, философов нового времени не было. Галилея, Ньютона, кстати, наверное, тоже не было, они называли себя натурфилософами и были представителями натурфилософии своего времени, на самом деле. Тогда словом наука ничего не обозначалось такое. У меня было много еды, и, в принципе, не нужно было особенно стараться, чтобы выжить, в отличие от каких-то бедных районов. Представьте, ебальники греков в данный момент. Не, на самом деле, здесь фишка немножко другом. И это Аристотель неплохо описывает. Проблема заключена. Проблема, решение проблемы заключалось прежде всего в том, что у греков появились рабы. На самом деле, да. То есть, греки, они были неплохими такими рабовладельцами. И ввиду этого у некоторых греков, то есть, у граждан греческих полисов, например, возникало свободное время. Да, то есть, рабы работали, а граждане, собственно, отдыхали, занимались интеллектуальной деятельностью. Там, театры, философия, спорт, военная деятельность тоже, подготовка к военной всякой штуке. Ну, потому что гражданин должен быть еще и военнообязанным, плюс ко всему. Ну, и так далее, так далее, так далее. То есть, разные прекрасные развлечения. Вот. Хорошо, Илья? Жду. Вот в чем планчик, соответственно, и заключался. И ввиду того, что греки смогли себе позволить такой широкий досуг хороший, прекрасный и сложный, ну, философия и появилась. У людей появилось свободное время от работы тяжелой, действительно. Но оно было связано не с тем, что в Греции очень хорошо, хотя в Греции не так уж и плохо, конечно. А прежде всего с тем, что, ну, соответственно, были такие группы людей, которые позволяли им, ну, некоторым грекам заниматься, в том числе, интеллектуальной деятельностью. Вот. Они, значит, так вот ели виноград, и им было очень хорошо. И они такие думают. Я считаю, что мужчина главный в семье, потому что он послан Богом, а жена всего лишь его часть. Откуда? Непонятно. Пиздец. Ебаре, стоит ли почитать, что ли? Понятно. Философское мировоззрение? Философское. Я считаю, что у каждого мужчины должно быть три мешка зерна, потому что это символизирует три его начала от земли. Отвали. Я не буду комментировать, я думаю, все не против. Ты и от огня. Ну, вообще обидно, что она школьникам такую хуйню объясняет, это прям жестко. Откуда? Да, именно так и считали, пишут, что ей, а лично там было, все так и было. Непонятно. Опять же, это философское мировоззрение, то есть это теоретическое осмысление содержа... Сложно, да? Короче, когда какой-то человек. Ладно, давайте все же определение прочитаем, которое у нее здесь написано. Теоретическое осмысление содержания и способов получения знаний о действительности. А здесь философия поставлена выше науки в данном определении. Это, кстати, вполне свойственно марксистам, потому что марксизм, как известно, да, наука. Диалектический материализм наука, но не просто наука, а самая высокая из наук, по мнению марксистов. Очевидно. Ну и, соответственно, чем занимается марксизм, ну, точнее, диалектический материализм в данном случае, потому что нам здесь диамат более интересен. Чем занимается диамат по отношению к науке? А он занимается теоретическим осмыслением содержания и способов получения знаний о действительности. Неожиданно, да? Откуда определение, а вот мы поняли откуда, и, в принципе, все понятно. А как мир устроен? А мир устроен диалектически, а все, что ученые познают, вписывается в диалектические законы, и, соответственно, все заебись. Ну, это, кстати, одно из возможных осмыслений, я ничего особо против его не имею, но, скорее, я других придерживаюсь сам по себе. Ну, блин. Ну, даже то, что написано, лучше, чем то, что она говорит. Потому что философия, как таковая, в том числе, занимается и осмыслением способов получения знаний о действительности. В том числе. Это не единственная функция философии, это не единственная, чем философия когда-либо занималась. В принципе, возможно, такая философия, в рамках которой не будет теоретического осмысления содержания и способов получения знаний о действительности, понимаете? Тут сам термин, мне кажется, плохо использовать термин философское мировоззрение, который в себя не включает всю философию, уже как-то немножко зашкварно. Потому что в той же античности, о которой говорит вот эта вот прекрасная девушка, там в том числе же, и были такие мировоззрения, которые вообще не занимались познанием. Например, Киринаики. Киринаикам было похуй на познание. Киринаики базировали свою теорию на гедонизме, на том, что важно жить в кайф, в удовольствие, по сути. Если вы не живете в удовольствии, вы страдаете, значит, вы теряете единственное благо в этой жизни. А если вы теряете единственное благо этой жизни, ну кто вы, кто вы, кто вы? Ну вы, короче, вы, короче, плохи в этом плане. Вы живете неправильную жизнь, соответственно. То, что есть в мире только два измерителя удовольствия и неудовольствия. Ну и что-то нейтральное по отношению к удовольствию, да. И ваша основная цель по жизни, ну что тоже доказывалось, кстати, аргументировалось, это получать больше удовольствия, чем страданий, соответственно. Ну вот были такие философские школы, в которых теории познания, ну, было с Гулькино совсем мало, и она была там не особо даже нужна, там что-то присутствовало в виде теории познания, но она была слишком укороченная. И, соответственно, ну вот вам философия, как руководство к жизни. Есть такие подходы. Это далеко не вся философия этим занимается и занималась. Более того, со времен, не знаю, средневековья, например, да, уже со средних веков философия от такого образа, ну, от философии, как образа жизни, сильно отходит. И в новое время тоже не становится философия своеобразным образом жизни, да, то есть все реже такое появляется. Философы больше теориями занимаются, действительно. Но все же, но все же важно понимать, что даже на фоне нарастающего в современном мире того же самого стоицизма, который тоже предлагается как определенное не теоретическое осмысление содержания способов получения знания о действительности, а как непосредственно определенный образ жизни и определенный образ отношения жизни, который постулируется как один из самых удобных способов, лучших, приятных и удобных для человека. Да, вот тут разные вещи. И то, и то философия в некотором виде, но и то, и то это очень разные штуки. И они противоречат друг другу. То есть одно не является теоретическим осмыслением, другое, стоп, одно является теоретическим осмыслением, например, марксизм, хотя в марксизме и практика тоже есть, важно заметить, да, ну, да, с другой стороны, другое является преимущественно практическим осмыслением своей собственной жизни и применение этих подходов к своей собственной жизни как таковой. Вот. Что... Это разные штуки, короче, это разные вещи. Не логическими, а просто размышлятельными путями, философскими рассуждениями доходят до какого-то знания, это философское мировоззрение. Да, но проблема заключается в том, что, ну, половина, не половина, но многие философы использовали логику как таковую, как инструмент, ну, диалектику, логику и многие другие смежные методы, формальные и неформальные, включая, кстати, математику для своего познания и, в принципе, логику-то разработали философы неожиданно. И наиболее яркие примеры применения логики, они встречаются прежде всего в философских текстах. У ученых, честно говоря, если вы прочитаете не такие уж и логичные тексты, как хотелось бы, а если вы прочитаете Спинозу, вы офигеете от того уровня логичности, к которому он стремился. То есть, ну, если говорить именно о логике как таковой, есть такие философы, которые очень сильно переплевывают в этой теме ученых. Ученые слишком интуитивно в данном случае работают. Очень часто, очень интуитивно. Максимум их логики заключается в том, что их математическая модель не противоречит сама себе, а вот разные высказывания уже внутри, собственно, их работ уже могут быть более спонтанными. У философов бывают как более строгие требования к логике. Например, у аналитических философов, ну, по крайней мере, на мой скромный взгляд, ну, у них более строгие термины к логике, блядь, более строгие требования к логике, чем у ученых современных в том числе. Просто потому, что аналитические философы прежде всего надрачивают на логику. Ну, и потому, что они разрабатывают, ну, внутри аналитической философии в том числе разрабатываются разные подходы к логике. И в том числе применение этих подходов к познанию и так далее, так далее, так далее. То есть, настре логической науки, как таковой дисциплины науки, глупо, наверное, звучит, дисциплины, да, настре логической дисциплины до сих пор, в принципе, находятся, ну, математики, которые не ученые тоже. И философы, которые прежде всего применяют достижение этой самой логики. А уж потом ученые когда-нибудь, да и то не всегда, и то бывает моментами, местами. Тут такое. С другой стороны, есть философы и рационалисты, которые действительно логику не любят, но они нередко пользуются альтернативными другими методами, которые мы сейчас обсуждать, наверное, не будем. И все. Как это определять на экзамене? Потому что я понимаю, что я не дала вам точного ответа. В философии нет ничего точного, поэтому я не дала вам точного ответа. Например, я как-то загуглила, что значит абстрактность. И знаете, что мне сказали? Википедия мне сказала. Абстрактность — это слово, у которого нет определения. И я такая, спасибо, чуваки, мне же это объяснять. Так вот, философское мировоззрение. Мы определяем как то, что не попало в религиозное, то, что не попало в научное, и то, что не попало в обыденность житейское. То есть, если туда-туда-туда не попадает, то это философское. Ну, хз. А что делать, если у нас религиозная философия? Ну, например, у нас задается вопрос, там, не знаю, к какому мировоззрению относятся пять доказательств Бога? Например, собственно, Ансельма Катриберийского. Ансельма Катриберийский, средневековый верующий философ, который, собственно, предлагал нам пять доказательств бытия Бога. К какому мировоззрению они относятся? К религиозному или философскому? Хороший вопрос. Поехали. Просто к тому, к другому, скорее всего. Здравствуйте, приехали. Если вы увидите вот эту фразу... Это непонятно, что такое философское мировоззрение как таковое у меня тоже, потому что оно не является каким-то конкретным мировоззрением. Кстати, как и религиозное не является каким-то конкретным мировоззрением. К религиозному же почему? Это же философия же доказательства, Редкий Гост. Как же? В курсе по философии преподносится. Почему же к религиозному только лишь? Теоретическое осмысление, то это тоже философское. Всё. Вот и всё. Всё, погнали дальше. Разъебало философию. И особенности мировоззрения. Сейчас покажу, что вам нужно будет без меня ещё учить. Особенности мировоззрения. То есть какие-то уникальные черты. Опять же, вот чтобы вы видели красивый слайд. Уникальные черты мировоззрения. Уникальные черты мировоззрения. Значит, оно сказывается на всём облике человека. Если человек религиозного мировоззрения, то он будет... Вот я вам приводила пример со своей одногруппницей. Она надела платок. Это прям религиозная процедура. В какой-то момент девочка... Моя первая ученица. Моя ученица была. И она после того, как уже выпустилась, после того, как поступила в ВУЗ, она всегда ходила без платка, но в ВУЗе, она решила надеть платок и удариться в религию. Пожалуйста. Вы сможете опознать религиозного человека по внешнему виду? Скорее всего, да. Потому что религиозный человек прям... Вот прям очень рели... Смотря какой. Смотря какой религиозный человек, смотря какая религия. Религиозный человек не будет ходить с голой... Прости, Господи. Дальше. Формируется постепенно. И стихийно, и осознанно. Мы каждый день набираем что-то в голову. Мы каждый день узнаём что-то новое об окружающем мире. Узнаём какие-то знания. У нас появляются новые идеи. Идеалы, ценности, убеждения. Например, я прочитала, дочитала вчера книжку «Пять языков любви». И я узнала что-то новое. И это тоже сказалось в моём мировоззрении. Это теперь окажет отпечаток на том, как я буду выстраивать межличностные отношения. Понятно? Ученикам МГ будет это рассказываться? Конечно. Мы же сейчас с вами совсем чуть-чуть берём, а на занятиях мастер-группы мы расширяем материал. Плюс это тоже... Опять техника разбирается, ребят, всё хорошо. Говорим. Третье. Оно всегда связано с убеждением. Убеждение — это отдельная категория информации. То есть там же много разных. Там же идеи, идеалы и так далее. И вот убеждение — это те информационные единички, в которых вы точно уверены. Ну окей. А в идеала мы не уверены? Например, моё убеждение жизненное, что мужчины и женщины равны. И на этом убеждении, и ещё, например, на пяти других, как на столбиках, строятся другие знания. Например, то, что я люблю картошку, не так важно, что мужчины и женщины равны. Но чтобы много маленьких знаний наслаивалось на всю мою голову, мне нужны какие-то столбики. Какие-то столбики. Дальше. Формируют общую направленность личности. То есть говорит, в каком направлении я буду двигаться. Направленность, направление — это, конечно, родственные слова, но всё же направленность — это как ориентиры. То есть я знаю, что мне делать, в какую сторону углубляться, чем заниматься. Ну вот всегда исторично. Это тоже такой, знаете, плевочек от марксистов здесь. Например, направленность моей личности, скорее всего, гуманитарная, гуманитарно-теоретическая. Я люблю какие-то научные вещи, люблю объяснения, а не практику. Например, все люди в институтах плачутся. Нам нужна практика, нам же потом пойти на работу. А я всегда кричу, очень хочется послушать забавную историю от вас. Пожалуйста, расскажите. В чем здесь теория и забавная история? Вот это направленность моей личности. Мне это интересно, потому что у меня такие убеждения, такие взгляды. Религиозная направленность личности может и так далее. Дальше. Всегда исторично. Прикол в том, что мы сейчас живем в том веке, когда у нас очень разное мировоззрение. А если мы отмотаем несколько столетий назад, то у нас будет более похожее мировоззрение. Ну, они более сегрегированные скорее были. То есть на одной территории действительно жили люди скорее с более похожими мировоззрениями. И то были различия, чем на другой территории. Например, была территория чисто под ислам, по большей части. Были территории, по большей части, под христианство. Хотя и были территории смешанные. Например, античность Греции. Колостальное количество разных мировоззрений на одной территории сосуществовало. Хотя они везде плюс-минус сосуществовали, только в разных пропорциях. Ну и в Индии тоже очень много разных религиозных систем вместе сосуществовало. Например, ну не знаю, несколько столетий назад женщины не имели права получать образование. И это... Ну, смотря где, кстати. Ну да. Было в мировоззренческих установках у всех. Правильно ведь? Я скорее всего... Если порыться немножко, мы скорее всего найдем такие общества, в которых женщины могли получать образование. Но окей. Да. То есть там главная цель женщины, там выращивать детей, например. Как овощи выращивать. Вот у меня слово дурное. Растить детей была цель. Дальше. Если мы отмотаем какое-то первобытное общество, то там главной целью было выжить. Там не то, что детей нарожать, а просто добыть еду, убежать от мамонта, скрыться от соблезубов, вот стигла, и тигла, тигла, тигла скрыться, и так далее. То есть на то, как мы видим окружающий мир, накладывает отпечаток история нашего конкретного промежутка времени. Посмотрите фильм. Один из моих любимых фильмов. Зелёную книгу посмотрите. Посмотрите прислуга фильм. Прям сразу топчик. Многообещающее название мне нравится. Это историчность мировоззрения в период, когда у людей чернокожих не было прав. Вот посмотрите. Пап, как раз сегодня воскресенье. Сядьте с родителями. Очень хорошие фильмы. Я искренне рекомендую. Кто это понял? Охуеть, она на курсах ещё и фильмы рекомендует. Моё почтение. Плюсы в чат. Давайте покажу кодификатор. Кто слышал, что недавно вышел кодификатор ЕГЭ по обществу о знанию? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Что такое кодификатор? Вот посмотрите. Это не я придумала. К счастью или к сожалению. Вот непонятно, была бы я счастлива, если бы придумала кодификатор или нет. Значит, вот здесь есть Федеральный институт педагогических измерений. Это официальный источник информации по обществу о знанию. Официальный источник информации по обществу о знанию. Это, соответственно, 2021 год. И вот это все темы, которые будут проверяться в ЕГЭ по обществу о знанию. Я советую вам за один месяц... Так, природное и общественное в человеке. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мировоззрение, его виды и формы, виды знаний, понятие истины, ее критерии, мышление и деятельность, потребности и интересы, свобода и необходимость человеческой деятельности, свобода и ответственность, системное строение... Блин, почти первый... Весь первый раздел это литер или просто философия. Я советую вам два раза за год проходить весь материал вообще. Но то, что вам сейчас нужно будет сделать, вам нужно будет полностью пройти раздел человека-общества. И я советую вам еще пройти социальные отношения. Так, четыре раздела, по крайней мере, есть. По крайней мере, четыре раздела. Она одним просто вообще не владеет. Просто ноль. Ноль баллов. У нее за философию ноль баллов буквально должно быть. В каком порядке это делать? Вы сейчас можете себе смело поставить вот здесь... Я не знаю, сколько там еще разделов, но пока что я вижу, что в четверть она вообще никак не вкладывается. Балочку. Нет, не смело. Потому что есть другие виды мировоззрения, есть еще мироощущение, мировосприятие, миропонимание, как ступени мировоззрения недолго объясняются. Это уже на мастер-группе мы будем делать. Но все же. Вы можете вот здесь поставить такой маленький плюсик, но все же, вам нужно будет еще формы мировоззрения посмотреть. Вам нужно будет выучить еще природное и общественное. Как я советую вам это делать? Начните изучать природного и общественного в человеке, потом скажите себе, что у человека, что... Блин, как люди сдают на 97 баллов после того, как у нее обучатся? ...познавать окружающий мир, есть виды знаний, познания, то, как он изучает окружающий мир. Следующая штука. Скажите, что из этих видов знаний и знаний строится его мировоззрение. В концепции мировоззрения есть истина, то есть есть какое-то конкретное знание, на которых строятся мировоззренческие установки. И что все это получается благодаря мышлению. Благодаря мышлению. Все, закончили один блок. Потом говорите, что человек ведет какую-то деятельность. Эта деятельность строится на потребностях и на интересах и опирается на свободу. Все. Это человек. Вы закончили блок человек. Следующий блок, который вы начинаете, это блок системное строение общества. Говорите, что у человека и общества такое-то строение. Говорите, что основные институты общества вот такие-то, и начинайте изучать те явления, которые есть в обществе. Наука, образование, религия, искусство, как... Кстати, относительно науки, там, скорее всего, тоже марксистское понимание науки. Которое, наведомо, является, ну, как неверным, ну, блин, нераспространенным в философии науки, так скажем. Да, то есть, то понимание науки, которое, скорее всего, присутствует в ЕГЭ, оно просто автоматически, ну, не такое, какое желательно оно должно быть там. То есть, например, смотрите, вы придете, вы придете сюда, вы придете на ЕГЭ, будете сдавать понимание науки после школы, вам там марксистского говна натащат. Потом вы пойдете сдавать философию науки в ВУЗе уже. Да, философия, философия, история философии науки как предмет, это уже более глубокое погружение. Но проблема заключается в том, что там вы будете проходить таких авторов, которые никак не связаны с марксизмом по большей части. То есть, это будет Поппер, это будет Локатос, это будет Фейраббент, это будет Кум, это будут там все остальные ребята, там это будет Холтон, возможно, это будут там всякий там венский кружок, которые тоже к марксизму как-то холодно относились. То есть, люди прежде всего пытались работать с методологией науки, дать ей более-менее правильное определение, ну или даже не определение, а составить какой-то норматив того, как должна выглядеть наука. Да. И это очень не по-марксистски выглядит в среднем, а марксизм, ну, 19 век он устарел, потому что основные концепции философии науки, они появились в 20 веке неожиданно. То есть, нет, и был, конечно, позитивизм Конта, да, тоже в 19-м, но вот как-то он не прижился. Там в чистой воды позитивистов, прям вот чистой-чистой, их практически и нет. Есть долбоебы, конечно, которые не понимают, что такое наука и что-то похожее на позитивизм озвучивают, но просто люди в принципе тогда не понимают, что такое наука и как она сейчас устроена, и как она была устроена. Не знаю, на мент. Ну, как-то так. Как развивается общество, общественный прогресс. Один из вариантов развития общества, это угрозы, которые возникли, и то, каким общество было раньше. Вот так вот, в порядке нужном, нужно учить. Почему? Когда вы просто садитесь и учите подряд все темы, которые есть, ваша голова сходит с ума, она взрывается. Пожалейте свою голову, Христа ради. Связочку сделайте для тем. Так легче. Когда вы объясняете себе, как каждая следующая тема связана с предыдущей, тогда изучать все легче. Например, я в сентябре буду с ребятами изучать, знаете что? Мы начнем, самый первый наш урок, розовым пишу, будет про то, что такое общественное строение. Почему? Потому что обществознание, и когда ты начинаешь изучать обществознание, самая логичная штука какая? Самая логичная штука какая? Рассказать ребятам, а что такое общество. Я начинаю рассказывать, что такое общество, говорю, какие институты есть в обществе. Институты и вот эти две темы показывают, насколько общество разное. Разное снаружи. А теперь посмотрим, какое оно разное. Не, все-таки общество знаний очень вредный предмет. При поступлении на философию, на мой взгляд, его просто убрать оттуда надо. Но это не тот предмет, который вам пригодится на философском факультете, по большей части. Но здесь просто все плохо. Здесь все плюс-минус плохо. Здесь дело даже не в том, как она объясняет. Она объясняет еще хуже. Но в самом предмете все плохо. По философии именно. Убрать бы его, убрать бы. Внутри. Вот социальная стратификация вам пошла. Человек, который на отлично сдал общество знания, скорее хуже освоит философию, чем тот, кто не сдал на отлично.